Уважаемые коллеги, доброе утро. Меня зовут Хахаев Иван, я приехал сюда из Санкт-Петербурга и представляю университет ЛЭТИ. Для ЛЭТИ сейчас электроника является определяющим направлением развития, поэтому тема электроники освещается. Почему нужно моделирование? Наверное, и так все понятно. У нас очень много дисциплин, касающихся электроники, радиотехники, схемотехники, электротехники и прочих смежных вещей. Анализ рабочих программ по этим дисциплинам показал, что подавляющее большинство дисциплин ведутся на проприетарном и более того, даже достаточно старом программном обеспечении. Вот картина примерно такая по тем средствам, которые преподаватели прописывают в своих рабочих программах. Понятно, что с этим дальше жить нельзя. Проведенный нами несколько раз фестиваль установки российских операционных систем показал, показал, что есть в свободных репозиториях программное обеспечение для моделирования электроники. Ребята там много чего находили. Ну и плюс там анализ интернета и каких-то информационных других источников позволил сформировать некий список того, что можно рассматривать. Отсюда это не сервисы, и это все идет под свободными лицензиями. Отсюда вычеркиваются приложения, которые являются либо только кадами и больше ничего не умеют, кроме проектирования. И есть вот такая интересная программка, которая позволяет только схемы редактировать, рисовать. И тоже больше ничего, и вообще непонятно, зачем она нужна в таком случае. Ну, тем не менее, вот есть. Из того, что осталось. Было посмотрено, в каком состоянии эти проекты находятся. Ну, вот ситуация примерно, ну, она вот такая. Это на 23 число, то есть буквально перед началом конференции. В тезисах там несколько устаревшая информация на дату подачи тезисов, соответственно. Изменилась только версия Kikada, на самом деле. Больше ничего. Почему последний столбец это версия в Сизиф? Ну, потому что, опять же, по результатам проводенного нами несколько раз фестиваля установки российских операционных систем, было выявлено, что пакетная база Alt наиболее подходит для студентов ЛТИ по тем задачам, которые они решают. Ну, а пакетная база Alt берется из Сизифа. Соответственно, в качестве референс принимаем Сизиф. Есть проекты, которые находятся в состоянии глубокой заморозки. Есть проекты, которые были реанимированы с изменением названия. Ну, и есть вполне живые вещи, которые развиваются. Если их характеризовать в общем, ну, те, которые вот в этом списке есть, то примерно такая картина получается. Значит, поиск элементов — это возможность найти нечто по названию, да, по описанию и так далее, потому что их там бывает много. Спайс — это очень полезная штука, как писал Фрэнк Герберт, но это не тот спайс. Фрэнк Герберт — это программа симуляции, да. Ну, и тулкит, на котором сделано, ну, в общем, особого значения не имеет, но так для информации. Ну, а дальше пойдет сугубая субъективность, потому что это то, что получилось у меня. Может, у кого-то получится по-другому. Итак, что касается аналоговых схем, то вот их можно моделировать в пакетах, которые в верхней строчке перечислены. Соответственно, красненький крестик, квадратик — это отсутствие такой опции. Но, тем не менее, это не мешает применять эти пакеты на практике, ну, за исключением пакета Орегано, в котором как бы вроде все есть, но на самом деле ничего не работает. То есть, делаешь схему, запускаешь модель, она выдает странную ошибку, и на этом все заканчивается. Вопрос выбора вот этих вот параметров, это, я еще раз повторяю, он сугубо субъективен. Их можно обсуждать, кому что важно, но вот я отмечал вот это. Уровень сложности — это, опять же, субъективный параметр, насколько быстро удается сделать что-то вменяемое и получить результат. С цифровыми схемами ситуация, да, и в случае аналоговых схем, в общем, имеется идеальный вариант — это кикат, но у него наибольший уровень сложности. То есть, в нем можно все, но достаточно трудно. В случае цифровых схем идеала нет, везде чего-то не хватает. Опять же, Орегано оказывается абсолютно бесполезен. Именно для моделирования. Кикат, как ни странно, моделировать цифровые схемы не получается. Геда не умеет моделировать цифровые схемы никак. И, как ни странно, Кукс-С тоже не удалось заставить сделать что-то вменяемое. В итоге, если хочется имитировать макетные платы с Ардуино, то хороший вариант — это Фридзинг. Я не знаю, как он правильно произносится. Удалось добыть последнюю версию, она работает. Но выбор автора в данном случае — это SimulID. Удается моделировать и аналоговые, и цифровые схемы. Достаточно просто, но кое-чего там нет. Она не умеет, например, таблицы истинности. Но Logisim Evolution умеет таблицы истинности, но не умеет показывать импульсы, как они по длительности, по амплитуде и так далее. И совсем простая штучка для детей, может быть интересно, начальных школьников — это Wired Panda. Там такие большие кнопки логические, можно включать, выключать, все мигает, переливается. Собственно, на этом все. Я готов отвечать на вопросы. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Вы рассмотрели разные программы, где-то вам какого-то функционала не хватило. Вы не думали, допустим, дать студенту как диплом или как курсовую задачу — дописать необходимую функционал программы и отправлять, допустим, ее в AppStream? Поскольку вы разбираетесь в электротехнике и понимаете, что нужно в этих программах, так почему бы не антистудент, который умеет программировать и добавить то, что принесет общее благо? Это замечательная мысль о том, что всем бы было хорошо, если бы были счастливы. Задача, которая решалась в данном случае, это скорее задача, что можно показать преподавателю. То есть преподаватель говорит, мы делаем вот это, вот это и вот это. Тогда я могу сказать, вот тебе подходит вот это. Вот это приложение, давай пиши методички. А потом уже они сами со студентами будут решать, что им дальше делать. Тем более при наличии альт-платформы. Я по поводу хотел спросить аналогов, которые коммерческие. Вот у меня есть опыт попытки перевода с Altium Designer на Ticat в нить по приборе, потому что там пользуются как раз Altium Designer, и это дело подыскивает. И сталкиваются с тем, что не хватает неких документаций, что ли, на русском языке или мануалов, или может быть даже каких-то учебных программ, которые это делают. И не нашлось таких вот учебных программ даже на разных платформах обучения. Ну, то есть спросите об этом где-то. Вы не думали о том, чтобы начать подготовку именно таких вот учебных программ для учителей на эти все вещи? Тогда они будут полезны, в принципе, даже в промышленности, где пытаются перейти на отечественное программное обеспечение, но они получаются вот исключительно из-за этого, на самом деле, просто люди не знают, как это делать. Ну, для промышленности те задачи, которые решает Кикат, вполне покрываются дельта-дизайном, и скорее они туда пойдут, в Enterprise. Еще раз повторяю, что я решал задачу сейчас, поскольку уже стало всем понятно, что больше вот этой лафы с дизайнерами, квартусами и прочими делами не будет. У нас основной дистрибутив — это альтообразование, и мы начинаем этим летом жесткий переход. Ну, в той или иной степени жесткости. Поэтому, еще раз повторяю, у меня была задача показать преподавателю, с чем он может работать. А дальше его проблема — писать методички, привлекать студентов, захочет делать курсы, пускай делает, пускай ищет. Это работа преподавателя, это не работа начальника управления, который должен обеспечивать всех софтом. Иван, спасибо за доклад, но мне кажется, в плане дискуссии не столько преподаватель должен разрабатывать курсы, сколько методисты, насколько я понимаю. То есть это разная работа. Ну, у преподавателя есть такое занятие, называется учебно-методическая работа. Ну, значит, прикладывается. Он должен это делать. Но вопрос по докладу. А вы не разделили с веб-интерфейсом какие эти инструменты у вас? Я сказал, что сервисы я не рассматриваю. Изи-еда я не рассматриваю. А почему? Ну, постановка задачи такая. Должно быть здесь. Можно было бы вальт включить, как сервис какой-то, поставку альтов? Чтобы на сервере это было разве. Можно было бы. Понятно. А это нет. Спасибо. А давайте, наверное, тогда плавно перетекаем в следующий вопрос, пересекающийся с первым. Есть ли возможность привлечь, собственно, студентов к подтягиванию тех же версий в СИЗИФ и сборке интересных и перспективных софтов, пакетами, которых у нас не оказалось, ну, собственно, в тот же СИЗИФ? Мне, как когда-то разводившему всему кружку, там, плотные двуслоечки, было бы интересно студентам помочь в качестве ментора. То есть, обычно это трудно, но на такое дело найду время. Возможность есть, вопрос в желании студентов. То есть, что им интереснее? Им интереснее собирать там или патчить пакеты под какой-то отечественный Linux, или им интереснее писать 1050-е мобильное приложение? Вот в этом вопросе. Ладно, давайте отдав кулуары. Спасибо. С волю добавить один комментарий небольшой, что мобильное приложение тоже под Linux писать можно. Так не проблема, да. Но они пишут под Android и под iOS. Пока. Ну, так вот как раз их перетягивайте. Под Аврору будем напрягать. Ну, есть вообще сейчас целое семейство. Посмотрите, кроме Авроры есть у Debian мобильные, у Fedora, у Alta есть, у Postmark. То есть, Linux вообще очень много сейчас развивается. Коллеги, ну вот, да, я все это прекрасно знаю, понимаю. Ведь для того, чтобы студент делал работу, у него должен быть руководитель, да. Руководитель должен быть в этой области как-то компетентен. Поэтому первой задачей является все-таки окучивание профессорского преподавательского состава, который в случае нашего вуза, по крайней мере, упорно сопротивляется. Потому что у них нажито непосильным трудом огромное количество учебно-методических материалов по вот тому, что я показывал вначале, да, и что же им теперь переделывать? Да, да, но это трудно. Они не хотят. В мире свободного программного обеспечения особенно замечательно звучат слова «будем напрягать». Вот просто это было в вопросе заложено. Понимаете? Это было в вопросе заложено. Ну и в ответе тоже. Это не к вам претензия. Значит, подумайте сами, зачем. Свободное программное обеспечение. Будем напрягать. Ну, я прокомментирую тогда вопрос. Комментарий Сергея Михайловича. Дело в том, что деваться-то некуда. Вот сейчас люди начинают понимать, что деваться им некуда. Что Матлаба им не будет. Что Альтиом-дизайнера им не будет. Что Майкрософт-офиса им не будет в ближайшие обозримые годы. Они начинают как-то двигаться и спрашивать, а что вот мне тогда применить? Вот, собственно, из ответа на… Я пытался ответить именно на этот вопрос. А с чем же нам работать, если мы не можем работать с Альтерой? Можно? Я, добрый день. Спасибо. Первый доклад интересный очень. Я не очень, к сожалению, владею этой предметной областью. Поэтому вопрос такой дилетанта. А что там вообще с форматами файлов у всего этого зоопарка? Есть ли какой-то стандарт? Есть вообще какая-то хотя бы гипотетическая возможность передачи информации из приложения в приложение? Ну, вот в тех программах, которые используют тот самый Spice, там есть такие штуки, как нет лист, там еще какие-то текстовые файлы, которые позволяют переносить из одной программы в другую. Это архаизм из 80-х годов. Там вот типа Picada, Pic Spice как раз. Ну да, можно. Но, как правило, вот если речь идет о тяжелых приложениях типа Picada, то люди там живут и экспортируют только там результаты какой-то работы. Вот видите, нет листов, графиков, там прочее. Простенькие программки, ну это XML, их можно там преобразовывать. Описание элементов, все в принципе открытые библиотеки, все расширяемые, там ничего страшного такого нет. Это да, транслятор, чтобы можно было в библиотеке компонентов переносить. Спасибо за доклад.